На полуострове 7.00 Радио Крым. Главное – информационное. Два часа. Две точки зрения. Два ярких ведущих. Алексей Щербак и Екатерина Серюгина. А это значит на старте программа «Линии». Гни свою линию с самого раннего утра. Категория 12+. В эфире программа «Линии». Доброе утро, Крым! Доброе утро, крымчане! Просыпаемся и присоединяемся к нам. В эфире программа «Линии». Ее ведущие Алексей Щербак и Екатерина Серюгина. Доброе утро, доброе утро! Катя, я думаю, тебе известно такое знаменитое словосочетание «физики» и «лирики». Да, известно, Леша. А как ты думаешь, что их всех объединяет? Ой, сложно сказать. А я скажу, это можно объединить одним словом – наука. И те, и другие занимаются научными исследователями. И именно этой теме мы посвятим наш первый час эфира. Потому что сегодня день российской науки. И у нас в гостях Марк Борисович Стругацкий, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики и физики твердого тела, физико-технического института, КФУ имени Вернадского. Доброе утро! Доброе утро! И второй наш гость – Александр Иванович Пашенцев, доктор технических наук, академик Крымской академии наук, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции, КФУ имени Вернадского. Доброе утро! Доброе утро! Ну, не могу не удержаться сразу от вопроса к Марку Борисовичу. Марк Борисович, вот с такой знаменитой фамилией, как чувствует себя ученый? Уже привык. Фантастов не считают? Ваших научных исследователей? Нет, мы стараемся фантастику сделать реальностью. И как? Успешно? Иногда получается. Иногда получается? Расскажите, чем живет нынешняя наука, вот физмат? Для многих это, скажем так, что-то заоблачное, что-то реально фантастическое. Для меня, допустим, в школе физика была одним из самых сложных предметов. Я думаю, это для многих школьников. Ну, сейчас фактически с наукой соприкасается каждый человек, потому что наука непосредственно управляет и организует технологию. То есть технология и наука практически одно и то же. Технологию мы все наблюдаем за последние годы. Такое бурное развитие, на которое раньше требовалось столетие. Вот. Значит, все очень быстро, все на основе науки. Значит, ну, я могу перечислить наиболее такие видимые, наиболее важные отрасли науки, технологии, которые, так сказать, основаны на физике, скажем, энергетика. Вот. Всем понятно, что энергетика – это очень важно. Еще несколько лет назад были в мире сильные переживания по поводу того, что нефть заканчивается и что мы будем делать после этого. Значит, сейчас почему-то немножечко в этом плане успокоились, но нефть все равно заканчивается. И нужно искать альтернативные источники. Таким источником вечным, мощным, так сказать, навсегда является термоядерная энергия, значит, которая позволит безбедно существовать человечеству неограниченно долго. Вот. Огромные ресурсы мировые тратятся на то, чтобы эту энергию обуздать, а именно таким образом, чтобы энергию можно бы получать не так, как уже получилось путем взрыва, а для того, чтобы можно было получать понемножку, столько, сколько нужно для нужд человечества. Вот. Но это тратятся ресурсы самых-самых богатых и развитых стран. И пока еще не получается, но оптимизм есть, конечно же, получится, потому что деваться некуда. Мир все равно закончится. Но ведь запасы урана, плутония и прочих радиоактивных элементов тоже исчерпаемы. Нет, понимаете как, значит, уран, плутон – это хорошо, до сих пор это, так сказать, не самое главное топливо. Это тоже на очереди, но речь о другом, речь о термоядерной энергии, то есть об энергии, которая связана, которая выделяется при соединении не тяжелых ядер, там, урана, плутона, а легких, изотопов водорода. И вот таких ядер, их, в принципе, гигантское количество, это вода. Вот, и здесь, так сказать, нужно только все это обуздать, а тогда с энергией проблем не будет. Скажем, многие мечтают о том, или говорят о том, что вот солнечная энергия есть, да, но тут есть и, к сожалению, к счастью, ограничения. Значит, такое понятие обычно, значит, рассматривают, когда говорят об энергии, значит, плотность потока энергии, то есть сколько энергии приходится в секунду, квадратный метр. Ну, оказывается, что солнечной энергии не так много, чтобы можно было насытить землю энергией. С одной стороны, это хорошо, мы можем существовать. С другой стороны, вот энергии не хватает, нужно покрыть, наверное, всю землю солнечным батареем, чтобы что-то получилось, потом эту энергию еще снимать. То есть, да, это не выход. Тем более, что солнце неравномерно все-таки распределяет свою энергию по земле. Да, можно накапливать, но все равно это вот не выход из положения. Нужно, так сказать, вот заниматься термоядерной энергией, а это уже решение всех проблем. Значит, ну, это вот первое, что я хотел сказать по поводу вот опекаемой физикой технологии. Что еще? Информационной технологии. Значит, это... Без них никуда сейчас. Да, это и объем информации, и скорость передачи информации, и сенсоры. Вот, в связи с этими, значит, материаловедение, новые материалы, тоже, так сказать, очень сильно касается физики, особенно вот такой области, как физико-конденсированного состояния, которой я имею честь, так сказать, заниматься. Вот, новые материалы тоже все видят, вот, едет машина, раньше было понятно, из чего она сделана, там, железо, кожа. Сейчас столько новых материалов, что, так сказать, и не скажешь, и не поймешь сразу, даже специалист не оценит мгновенно, так сказать, из чего, что сделано. Но вот прогресс здесь очевидный, это во всем. Ну, вот такие области, хотя их, на самом деле, гораздо больше, но я отметил бы те, которые, вот, как бы, очень хорошо видны, и которые связаны непосредственно с физикой. Да, спасибо большое. Я хотел бы напомнить нашим постоянным радиослушателям и сообщить тем, кто только к нам присоединяется. Номер телефона для звонков к нам в прямой эфир в студию плюс семь девять семь восемь четыре ноля двести шестьдесят четыре. Также вы можете написать текстовые сообщения в сервисах Viber и WhatsApp на номер плюс семь девять семь восемь семьсот один семьдесят девять ноль пять. Это, кстати, что касается тех самых цифровых технологий. Без этого и наша работа сейчас была бы очень затруднительна в плане прямой связи, обратной связи с радиослушателями. А вот, на Ваш взгляд, что сейчас способствует развитию науки в Крыму? Вот, Александр Иванович, может быть, Вы ответите. Спасибо за вопрос. Я считаю, что на сегодняшний день развитие науки в Крыму очень тесно связано с развитием лабораторной базы. И нужно сказать, что Академия строительства и архитектуры, как структурное подразделение Крымского федерального университета, оснащена лабораторная база, которая позволяет проводить очень существенные, на мой взгляд, научные исследования, добиваться положительных результатов. Я прошу прощения, с нами на связи, вот опять, информационной технологией в помощь, наша утренняя телепрограмма. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, коллеги. Рассказывайте, какая тема самая актуальная на сегодняшний день? Что обсуждаете сегодня в эфире? Ну, обсуждаем российскую науку. Сегодня день российской науки. И научные достижения и перспективы вот сегодня планируем обсудить. Мы как раз только что смотрели сюжет о том, что 111 тысяч получили гранты в крымские студенты. Расскажите, а какие дальше направления науки будут продвигаться и как в Крыму будет развиваться отрасль науки? Да, я продублирую вопрос нашим гостям. Какие направления науки будут развиваться в Крыму? Если позволите, я отвечу на этот вопрос. Здесь нужно посмотреть на 2014 год, когда была принята федеральная целевая программа социально-экономическое развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополь. И здесь определено строительство как одно из приоритетных направлений развития экономики Крымского полуострова. Причем строительство рассматривается в контексте обеспечения импульса для развития сопутствующих отраслей, такой как образование, жилищно-коммунальное строительство, рекреация и туризм. И в частности Академия строительства и архитектуры участвует в реализации данной программы и с точки зрения подготовки специалистов, и с точки зрения проведения научных исследований. Коллеги, вынуждены вас... Да, я прошу... Извините, пожалуйста, вынуждены на секунду прервать ваши разговоры. Друзья, спасибо огромное. Мы продолжаем наш эфир. Ир, если вдруг вы выезжаете из дома, обязательно включайте радио Крым, и в прямом эфире вы услышите всю самую важную информацию. Ну а нам пора прямо сейчас увидеть прогноз погоды. Удачи, коллеги. Ну, мы продолжаем наш разговор. Прошу прощения, Александр Иванович, но наши коллеги ограничены временем. У них лимит, у них все по графику четкому, более четкому, чем у нас. Это у нас достаточно такая свободная беседа. Ну, продолжим наш разговор. На чем мы остановились? Я бы хотел немножечко затронуть тему научных исследований кафедры теплогазоснабжения и вентиляции. Основное направление заключается в том, чтобы разработать теоретико-методологические подходы для обеспечения энергоэффективной эксплуатации жилых зданий. И в этом плане есть определенные успехи. Ну, хотелось бы отметить, что разработки ведутся в трех направлениях. Это теоретическое направление, то есть усовершенствование действующих методик проектирования. Это методологическое, с точки зрения совершенствования определенных подходов ведения строительства и эксплуатации. И с практической точки зрения, это разработка новых технологий, которые позволяют использовать энергию вторичных энергоресурсов. Вот если как раз сказать о теоретических исследованиях, то в данном случае при проектировании систем теплоснабжения, отопления, нами используется методика расчета надежности данных систем. Она в корне отличается от существующих аналогов, исходя из того, что сам теплоноситель мы рассматриваем с двух позиций. Техническая – это расходная характеристика, и технологическая – это температурные параметры. Исходя из этого, мы разработали методику на основе вероятностного подхода для того, чтобы определить показатель надежности технической и технологической. И затем, используя интегральный метод, мы определяем уже результирующий показатель, на основании которого можно сделать выводы, какая система – высоко надежная, низко надежная или средне надежная. Кроме того, из теоретических исследований – это усовершенствование методики экономической толщины изоляции, там, где мы предложили более детальный подход по определению годовых потерь тепла на 1 метр трубопровода, исходя из статистической базы за последние 5 лет по температуре наружного воздуха. Ну и хотелось бы отметить, если говорить о методологических исследованиях, то здесь целесообразно отметить такой вопрос, как экономичность центробежных насосов в расчете с коэффициентом быстроходности насоса. То есть, те исследования, которые были проведены, они показали, что при увеличении коэффициента быстроходности с 40 до 120-150, гидравлический коэффициент полезного действия данного насоса увеличивается на 18-61%. Дальнейшие исследования позволили нам прийти к тому, чтобы дать рекомендации по количественному составу лопастей на рабочем колесе насоса и размещения угла. А это позволяет уже акцентировать внимание на напорной характеристике данного насоса. Ну и из прикладных направлений хотелось бы отметить, это использование температуры уходящих газов в котельных. В этом случае... Вот это, да, я думаю, то, что наиболее интересно нашим слушателям, будет ли в их домах тепло. Да, это одна из технологий, которая разработана на кафедре. Она имеет теоретическое обоснование и есть экономические расчеты, позволяющие говорить о том, что эффект от данной технологии будет колебаться от 15 до 27%. Суть заключается в том, что уходящие газы из котла поступают в экономайзер, затем проходят через насадки и поступают уже в окружающую среду. При этом вода из соросителя, которая должна подогреваться, она поступает в поддон, в поддоне собирается, через центробежный насос она поступает в водоводяной теплообменник. Водопроводная же вода поступает в теплообменник, подогревается водой, которую мы подогрели уже исходя из температуры уходящих газов, и подаем в сборный бак для использования в качестве горячей воды. Таким образом, есть определенные наработки в данном случае, и нужно отметить, что эффект 15-27% в зависимости от мощности котельных. Это довольно очень приличный коэффициент, я думаю, который позволит чувствовать себя более уверенно. Но мы вернемся к обсуждению этой темы после небольшой рекламной паузы. Реклама Это просто кетчуп, а это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет, разница есть на вкус. Попробуйте. Реклама на радио Крым 7978-400-117 Алексей Щербак и Екатерина Серегина. Программа «Линии». И мы возвращаемся в студию. Я напоминаю, позвонить нам можно по телефону Плюс 7978-400-264 Или написать текстовые сообщения в сервисах Вайбер и Ватсап На номер Плюс 7978-701-7905 Ну вот, возвращаясь к тому, что помогает развиваться, да, сейчас науки в Крыму. А может быть, свою роль сыграли, например, майские указы президента о том, чтобы, да, повысить зарплаты ученым? Вот в этом плане, как вы считаете? Ну и суммы на науку на 2019 год выделяются, насколько я знаю, немалые на развитии. Ну, конечно, поддержка руководства страны – это очень хороший стимул для работы. Но по поводу науки я хотел бы сказать, добавить хотел бы вот что. Значит, я представляю физико-технический институт, у нас есть несколько кафедр, значит, ну и на каждой кафедре свой акцент. Есть такие, которые занимаются больше прикладными исследованиями, например, кафедр энергетики. Ну, а другие, некоторые другие кафедры больше занимаются фундаментальной наукой. Я вот как раз отношусь к такой кафедре – теоретической физикой, физикой твердого тела. Я хочу сказать, что границ между различными структурами, занимающимися науками, не только внутри Крыма, не только внутри России, но во всем мире их нет. Мы продолжаем тесно сотрудничать, несмотря на всякие всем понятные сложности, и с ведущими научными центрами России, скажем, Московский университет, Академический институт, Институт атомной энергии имени Курчатова, Институт кристаллографии, Институт физических проблем – это, вот так сказать, лидеры российской науки. Кроме этого, мы, несмотря ни на что, сотрудничаем с зарубежными научными центрами, с центрами во Франции, с центрами в Голландии, продолжаем до сих пор туда ездить, общаться. Мы занимаемся, вот, значит, наша кафедра теоретической физики, физики твердого тела, она фактически состоит из двух половинок – теоретическая физика и физика твердого тела. Я возглавляю направление подготовки физика твердого тела. Твердое тело – это кристаллы. Значит, кристаллы – это, ну, практически основа современных технологий. Нет такого современного устройства, где не было бы кристалла, вот, там, наушников, мобильных телефонов, до спутников космических станций. Вот, мы выращиваем кристаллы, мы их исследуем. Мы выращиваем уникальный материал, ну, представьте себе, магнит прозрачный. Прозрачное зеленое стеклышко и притягивается к магниту. Значит, это очень интересный, востребованный во всем научном мире материал. Значит, масса научных исследований сделана во многих мировых лабораториях, потребность большая. Кроме этого, сейчас, в последнее время, наметились ярко выраженные практические приложения. Ну, например, вот какие. Значит, мы сотрудничаем с Институтом кристаллографии Российской Академии НУК. У нас совместный Гранд. Вот. И эти кристаллы, оказывается, незаменимы в качестве монохроматоров для синхротронов, ускорителей электронов, ну, коллайдер. Вот. Этот синхротрон, он излучает так называемое синхротронное излучение, спектр которого. То есть, в этом спектре все длины волн. А для практических и научных целей требуется выделять очень узкий диапазон. Так вот, этот кристалл, который мы выращиваем, он это позволяет делать, как никакой другой. И мы уже провели эксперименты на европейском синхротроне в Гренобле, и результаты очень хорошие. Мы надеемся на развитие такого приложения. И вот можно будет эти кристаллы выращивать в Крыму, и, в принципе, снабжать все синхротроны мира, которые расположены только в самых развитых странах. Вот. И еще я хочу вот что сказать. Что наука делится условно на фундаментальную, то есть абстрактную, которая вроде бы не занимается приложениями, и прикладную, которая непосредственно заточена на то, чтобы поддерживать инженерную сферу и так далее. Так вот, резкой границы между ними нет. Казалось бы, мы занимаемся фундаментальными исследованиями, а потом эти фундаментальные исследования оказываются гораздо более востребованной практикой, чем специально для этого предназначенные прикладные. Ну, приведу великие примеры, скажем, общая теория относительности Эйнштейна. Когда он ее создавал, конечно же, не думал о том, что... Что это найдет практическое применение. Ну, что какие-то конкретные применения будут. Но теперь невозможно рассчитать ни один ядерный реактор, ни один ускоритель элементарных частиц, ни один серьезный расчет в астрофизике без учета законов общей теории относительности. То же самое касается квантомеханики. Более абстрактное нечто придумать сложно. Но сейчас это, в принципе, рутина. Без расчета области квантовой механики невозможно рассчитать ни одно современное серьезное устройство. В современных устройствах речь идет о миниатюризации электронной базы. Миниатюризация приводит к тому, что начинают проявляться не классические законы, а квантовые. Поэтому без учета квантовых законов ничего серьезного создать сейчас невозможно. Вот такой ответ на вопрос. Александр Иванович, а вот как Вы обмениваетесь опытами с коллегами с материка и из-за рубежа? Как работа налажена у Вас? Ну, я должен сказать, что наша кафедра теплогазоснабжения и вентиляции еще с 2014 года есть определенные контакты не только с ВУЗами континентальной Российской Федерации, но и с фирмами, которые занимаются разработками новых технологий в области теплогазоснабжения и вентиляции. Если говорить о таких фирмах из зарубежных, с которыми сотрудничает наша кафедра, это Герц, Данфас, ТСС. И с помощью этих фирм на кафедре созданы лаборатории отопления, теплоснабжения. На сегодняшний день идет полным ходом создание лаборатории теплотехники. Должен сказать, что эти компании помогают нам и в оборудовании, и в учебном процессе. Кроме того, созданная инициатива по развитию грантов, мы получили гранты, это разработка энергоэффективных систем теплоснабжения и газоснабжения. И вот в рамках этого гранта и разработана та технология, о которой я говорил, то есть использование энергии уходящих газов. Хотелось бы также отметить, что использование опыта других вузов позволило нам и оснастить компьютерный класс, сделать самую настоящую инновационную лабораторию по проектированию системы отопления и теплоснабжения с использованием программ «Автокат» и «Солидворк». Вкратце хотелось бы на этом акцентировать внимание. Да, а нам подсказывают, что есть телефонный звонок. Я думаю, что это наш постоянный радиослушатель, который часто звонит на эфир. Доброе утро. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло, мы вас не слышим. Алло, алло, алло. Да, да, да. Доброе утро. Я был студент бывшего Симферопольского государственного университета имени Фрунзе и учился лично у Марка Борисовича. Очень приятно. И моя жена также училась и заканчивала физику твердого тела. И вот у меня вопрос к Марку Борисовичу. А вот в свое время мы даже ходили, выращивали сюда, на студенческую, в КБ Домен, выращивали кристаллы. Кристаллы. Вот что случилось с этим КБ Домен, или оно еще есть, или еще выращивали кристаллы? КБ Домен и Лаборатории. Значит, КБ Домен сейчас существует, правда, оно имеет другое название, но это не меняет сути. Значит, оно развивается и процветает, оно сотрудничает по синтезу тонких магнитных пленок с такими, ну, скажем, известными организациями, как Сколково. Вот. По поводу лаборатории, о которой говорил я, где выращиваются кристаллы, вот, прозрачные магнетики, это тоже лаборатория нашего физико-технического института, но она относится организационно к кафедре к нашей. А вот КБ Домен, организация, это отдельное подразделение, научное подразделение в составе физико-технического института. Вот. Все выращивается, все развивается, все продолжается. У нас открылось второе дыхание. Да, Марк Борисович, хотелось бы еще один вопрос задать. Упоминали о международном сотрудничестве. Да. Но была такая история, что Министерство энергетики США запретило Брукхейвенской национальной лаборатории сотрудничество с российскими физиками. И вот, я не знаю, это совпадение или это привязка по дате с 11 апреля 2014 года, сразу после известных событий Крымской весны. Но потом этот запрет был снят. Понимаете... Они не смогли без нас обойтись. Да, дело вот в чем. Дело в том, что на уровне, так сказать, очень больших руководителей, наверное, какие-то официальные решения принимаются, но на уровне наших коллег отношения самые лучшие. Если есть необходимость и желание, мы всегда находим возможность контакта и сотрудничества. Они заинтересованы в нас, мы в них. То есть наука, она без границ, несмотря ни на что. Да. Александр Иванович, о вашей сфере как обстоит дело? Очень много лет жаловались на утечку мозгов на Запад. Как сейчас? Вы знаете, я не могу сказать... Обходимся без этого? Мы обходимся без этого. И те фирмы, которые я перечислил, это австрийские и немецкие фирмы, они сохранили сотрудничество с нами и наоборот, мы только развиваем это сотрудничество. Марк Борисович, к вам еще один вопрос. Россия, вот я нашел такую информацию, входит в число... О, прошу прощения, мне подсказывает у нас опять телефонный звонок. Вопрос задам позже. Алло, доброе утро. С бодрым утром, Александр Иванович. Здравствуйте, Александр Иванович. Какова динамика развития отечественной науки за последние 28 лет и какие дистерминаты влияют на данную динамику? Вот так вот. Вопросы энергоэффективности. И хотелось бы отметить, что это не только технологии, но и исследования определенных нанотехнологий. Вот мы начинаем новое такое исследование, как разработка однонаправленных углеродистых волокон. То есть речь идет о том, чтобы создать на этой основе так называемые стеклопластиковые арматуры, которые бы выполняли внешнюю функцию. То есть укрепляли бы несущую способность несущей конструкции. Здесь хотелось бы отметить, что пока разработки ведутся на теоретическом плане, но определенные направления, определенные плюсы здесь есть. Да, Маргарий Алексеевич, я хотел бы вернуться к своему вопросу. Нашел такую информацию, что Россия входит в число стран-лидеров по двум научным направлениям. Это каталитическая химия и общая математика. Но в пятерку ведущих научных держав пока, к сожалению, не дотягивает. Вот у нас математика осталась действительно вот такой вот сильной. Безусловно, 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 математика очень сильная. Не перевелись еще? Да, но я еще раз хочу подчеркнуть, что в науке сложно провести границы. Понимаете, вот мы, скажем, публикуем статьи в международных изданиях. Значит, кроме нас есть авторы из западных стран. То есть нас радует интернационализация науки. То, что мы можем коллективно, так сказать, продвигать прогресс. А то, что у нас много талантливых математиков, химиков, физиков и представителей других наук, это безусловно. Да, что касается публикации, ну, наверное, вопрос к нашим обоим гостям, как сейчас обстоит ситуация. Ну, какое-то время назад, да, мне подскажут, никак мне не дадут задать очередной вопрос. У нас опять звонок. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы поинтересоваться, использует ли программу ЛИЦ в обучении студентов в КФУ имени Вернадского теория решения изобретательских задач, изобретенная учеными СССР. Спасибо большое. Еще раз, какая программа? Программа ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач, созданная учеными еще СССР. То есть при подготовке молодых специалистов. Ну, я не могу сказать точно по поводу этой аббревиатуры, но мы пытаемся и стремимся, иногда получается, так обучать студентов, чтобы они, чтобы их изобретательские, так сказать, наклонности реализовались. И так часто получается. Хорошо подготовленные студенты и изобретают, и решают, и получают результаты. Это без сомнений. Ну, я думаю, что та программа, которую назвал вот наш собеседник, я думаю, что она все-таки взята за основу, и в настоящее время произошли доработки и модернизации. Если говорить о проектном деле, тем, чем занимается наша кафедра, то, несомненно, использование уже более совершенных программ, как Автокад и Средверк, помогает нам заниматься именно научными разработками с привлечением талантливой молодежи. Это безусловно. Ну, и вот я все-таки хотел бы задать вопрос, нас ждет смена гостей, хотел бы вам задать обоим последний вопрос. Некоторое время назад, это по поводу публикации научных, была такая не очень понятная ситуация, требование было к ученым изначально опубликовать свои статьи научной работы на английском языке, а потом переводить с английского на русский. Как сейчас обстоит дело? Нет, такого сейчас нет у нас. Да нет, такого не было. Теперь переросли это? Да, все зависит от уровня работы. Если работа хорошая, ее принимают в любой журнал, и в российский, и в зарубежный. Да, я хочу сказать, подтвердить точку зрения своего коллеги, если действительно статья хорошая, то публикуется и в российском издании, если статья хорошая, то мы переводим на английский язык и публикуем в изданиях Скопус, то есть в международных наукометрических изданиях. То есть в данном случае нет никаких проблем. Ну, то есть перевод идет все-таки уже на английский, а не с английского на русский. По-всякому. Бывает и наоборот. Ну, когда ученые наши русские. Спасибо вам большое. Я напоминаю нашим радиослушателям, что нашими гостями были Марк Борисович Стругацкий, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической физики и физики твердого тела, физико-технического института КФУ имени Вернадского. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. И Александр Иванович Пашенцев, доктор технических наук, академик Крымской академии наук, профессор кафедры теплогазоснабжения и вентиляции КФУ имени Вернадского. Большое спасибо за интересную беседу. Спасибо. А мы продолжим наше обсуждение Дня российской науки, научных достижений уже на примере участия молодежи в этом научном движении. И к нам присоединяются еще наши гости очередные. Это Мария Ивановна Алексеюк, педагог-психолог учреждения дополнительного образования Республики Крым, Малая академия наук Искатель. Доброе утро. Доброе утро. И Диана Довженко, ученица 11 класса, которая посещает кружок психологии в Малой академии наук. Искатель. Диана, доброе утро. Доброе. Итак, что привлекает молодежь? Начнем, наверное, все-таки с Дианы. Что привлекает молодежь в науку? Потому что принято считать, что ученые это такие сухари, ботаники. Их ничего, кроме науки, не интересует. А как на самом деле? На самом деле это относительно. Возвращаемся к теории относительности, которую мы обсуждали пять минут назад. Это относительно, потому что, вот как, например, есть люди, увлекающиеся музыкой, есть люди, увлекающиеся танцами, так есть люди, увлекающиеся наукой. То есть они находят в этой сфере наибольшую реализацию, наибольшую поддержку. И, конечно же, они полностью вовлечены, но, тем не менее, это полный стереотип, что кроме науки их ничего не интересует. Это очень образованные и редированные чаще всего люди, с которыми можно беседовать на любую, в принципе, тему и поддержать любой разговор. Мария Ивановна, а вот интерес вообще среди ребят, среди подрастающего поколения к науке как-то поменялся за последние, например, пять-десять лет? Или он остаётся стабильным? Ну, вообще, Малая Академия Наук существует более 55 лет. Что касается меня, я там работаю уже около 20 лет, и могу судить об этом периоде времени. То есть, вы знаете, мне кажется, что всё стабильно. Более того, в последние годы у нас же могут писать научные работы не только старшеклассники, но ещё дети, которые учатся в начальной школе, этот конкурс у нас называется «Юный исследователь», и дети подросткового возраста, среднего, извиня, с пятого по восьмой класс. Поэтому, на мой взгляд, это ещё даже возрастает интерес. Диан, вот ты ходишь в кружок психологии, да, расскажи поподробнее, чем вы там занимаетесь, что изучаете? Да, и в чём вот именно научная сторона психологии? В Малой Академии Наук мы изучаем множество теорий психологических. Также у нас очень много практики, мы занимаемся подробным разбором. Вот Мария Ивановна нам преподает какую-то тему, и после этого мы пытаемся перевести её в какой-то более практический и ощутимый, материальный, я бы сказала, материальную сферу. Вот, ещё один вопрос вы задавали? Ну вот вообще, чем занимаетесь, что интересного в кружке по психологии? Можете его даже прорекламировать, чтобы ребята, которые нас слушают, заинтересовались. Всё на самом деле интересно, потому что ты не только познаёшь людей и то, как они функционируют, но ты в первую очередь познаёшь себя, и ты учишься применять это. То есть у Марии Ивановны есть такая вот направленность, она нам не просто рассказывает о различных теориях, она пытается их применить как-то к жизни, сделать их более практичными, рассказать, как это работает, как это функционирует. И вот это мне очень нравится, потому что я не только там слышу, что вот Дигмунд Фрейд когда-то придумал психоанализ, а мы смотрим и рассматриваем, как это используется в нашей повседневной жизни. Вот, например, там кто-то сделал оговорку, и мы такие, да-да-да, мы всё это заметили. Мария Ивановна, вот какие вот направления, может быть, более интересны, более популярны у вас? В Малой Академии? Да. Ну, у нас очень много направлений. Вообще считается Малая Академия Наук, вернее, она и есть республиканским учебным заведением, и всего в Крыму 60 школьных отделений, а секций 62, то есть можете представить, какое огромное количество. Вот. И что касается направлений, у нас есть направление отдела научно-технического творчества, технических видов спорта, отдела начального технического моделирования, физико-математический, информационных технологий, гуманитарного образования, ну и ещё у нас есть замечательная юношеская астрономическая обсерватория. То есть у ребят огромнейший выбор. Да, вот, кстати, по поводу нашей обсерватории, я, когда готовился к этому эфиру, вот узнал, что именно наша обсерватория в своё время открыла метеорный поток, комету зафиксировала вспышку сверхновой. Это сделали молодые ребята, не серьёзные маститые учёные, а именно наши мановцы. Ну, юношеская обсерватория, она существует с 1961 года. И очень популярна среди ребят. И работают преподаватели, ну, которым невозможно не бежать на занятия, они настолько увлечены, а наблюдения, которыми они занимаются, в том числе и более позднее время суток, конечно, ребят увлекают. А какие вот секции всё-таки больше популярностью, может быть, пользуются? Ну, я думаю, что без математики невозможно никакое другое направление. То есть ты не станешь грамотным информатиком, ты потом можешь не стать физиком и техническое направление. То есть от математики очень многое зависит. У нас работает Станякин Фёдор Сергеевич, наш ученик-кандидат физико-математических наук. Ну, это просто шикарный преподаватель. Я всем ребятам рекомендую попасть в его кружок. Ну, разумеется, те, которые мечтают стать посредственно математиками. Ну, вот, кстати, с нашими предыдущими собеседниками как раз обсуждали такую тему, что Россия входит в пятёрку сильнейших стран по математике. Замечательно. То есть у вас кузница кадров? Да. Ну, и, насколько я знаю, очень многие выпускники МАН добились серьёзных успехов на научном поприще. У них уже и серьёзные научные звания, и авторитет в научном мире. Ну, могу привести пример профессора Эфетов, который работает в медицинской академии. Он выпускник. Он тоже выпускник. Да, да. Ну, фамилия вообще знаменитая. Конечно. Семья Эфетовых, да. Я думаю, их все знают. Козлов Александр Иванович, который работает в университете на кафедре информатики. То есть большое количество академиков, докторов наук, ректоры, проректоры вузов, директора исследовательских центров, политики, мэры и так далее. А страны, в которых работают наши бывшие мановцы и живут, это и Россия, и Украина, и Германия, и Франция, и Израиль, и США, Канада, Австралия. В общем, по всему миру разбросала. По всему миру. Недавно ко мне приходила наша бывшая выпускница, которая приехала из Бельгии. Она теперь там живёт со своим супругом, закончила МФТИ. Московский физико-технический вуз. Вот у неё муж учится и работает там в аспирантуре. Вот и она мечтает в аспирантуру туда попасть. И я у неё спрашивала, скажи, Катюша, пожалуйста, вот какое влияние всё-таки МАН оказал? Она говорит, огромнейшее. То есть дети это ценят. Недавно я проводила анкетирование среди детей, родителей и наших педагогов. И все дети, сто процентов, ответили, что им нравится у нас заниматься. Ну вот, кстати, мы поговорили о географическом разбросе ваших выпускников. И вот опять хочется вернуться к теме. Утечка мозгов, она продолжается, получается. Ну, психологи считают, не я, другие психологи считают, что всё-таки если человек нашёл себя в каком-то месте, где ему комфортно, где ему хорошо, где он может реализоваться, может быть, это и правильно. Но я делаю всё для того, чтобы мои выпускники, мои молодые юные психологи оставались здесь у нас. У нас тесная дружба с кафедрой психологии. И каждый год один-два выпускника, моих выпускника, поступают на кафедру психологии на бюджет. Вот и на каникулах прибегали. Первый, второй курс. Ульяна и Даниил, которые с отличием сдали сессию. И просто счастливы, что они туда попали. Ну, кстати, о развитии молодёжной науки. Нельзя не вспомнить центр «Сириус», который был создан в Сочи. Вот мне очень понравилось. Настолько грамотное использование постолимпийской инфраструктуры. Грех не воспользоваться тем, что уже построено, не надо ничего заново создавать. Есть помещение. Диана, не было желания подключиться к деятельности этого центра? Там же, насколько я знаю, более 20 школ сейчас вокруг него объединено. Было. Ман в этом участвует? Насколько мне известно, Ман в этом участвует. У меня было желание, но Ман мне предоставил другую кучу возможностей. И я участвовала в других не менее интересных проектах. Например, я участвовала в национальном чемпионате защиты научных работ «Интеллектуальный потенциал России» и также на конференции «Научный потенциал 21 века», который проходил в научном городе Обнинске в этом году при поддержке фонда президентских грантов. Это было просто невероятное мероприятие. Оно вобрало в себя лучших участников со всей России, которые приехали рассказать о своих открытиях. И это удивительно, что у детей действительно есть стремление к открытиям, и дети стремятся в науку. То есть это всё-таки популярная сфера, и она набирает обороты. А как часто доводится принимать участие в различных конкурсах, конференциях? Очень часто, на самом деле, когда ты попадаешь в МАН, от этого не избежать, если ты активный участник. Конечно, можно просто посещать занятия и слушать, и напитываться, а можно принимать активное участие. Но обычно такая тенденция, что к весне все эти конкурсы, они начинают возрастать, и ты обязательно принимаешь в них участие. Но вот в прошлом году я участвовала где-то около пяти раз, защищала свою научную работу. Мария Ивановна, а вот если поговорить о таких стереотипах, может быть, что наука интересуется больше мальчики. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, я могу сказать совершенно точно, что в физико-математическом отделе, конечно, их больше. Что касается моей секции, секции психологии, но в этом году наши педагоги, когда проходил конкурс «Наш внутренний гений я», были приятно удивлены, когда мою секцию, нашу секцию психологии представили пять мальчиков, что редко бывает в секции психологии. Вообще мальчики любят технические направления. Там девочки встречаются, конечно, совсем редко. Ну, и что касается гуманитарного образования, конечно, там больше девочек, чем мальчиков. А как вот попасть к вам в Малую Академию Наук? Ой, это очень просто. Во-первых, у нас есть сайт krimiaman.ru. Там вся информация есть о том, какие у нас кружки. Каждый год в конце августа у нас проходит день открытых дверей, когда любой ребенок может прийти, пообщаться с преподавателем, найти что-то для себя интересное. И каждый ему ответит на все его вопросы. Те ребята, которые сомневаются в выборе, преподаватель направляет ко мне, и я уже их тестирую. Ну, вот они, например, поступили. Вот сколько они учатся там по времени? Как правило, это вторая половина дня, потому что в первой половине дня дети в школе. Программа рассчитана на 4-6 часов в неделю. То есть это 2-3 раза в неделю по 2 астрономических часа, академических часа. Ну, потому что, да, нельзя забывать о школьной программе. Конечно. Ну, я вообще строго слежу за тем, чтобы они все-таки в школе еще успевали. Ну, мы тоже строго следим за часами, и у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Реклама С мобильным приложением от РНКБ положить деньги на телефон быстрее, чем забросить мяч в корзину. Платить за детский сад можно даже не отрываясь от работы. Оплачивать коммунальные услуги вы можете даже не выходя из дома. Экономьте время вместе с мобильным приложением от РНКБ. Узнайте подробности на rncbit.ru РНКБ Банк ПАО Это просто кетчуп. А это кетчуп Макмай. На слух ощутимой разницы нет. Разница есть на вкус. Попробуйте. Макмай Реклама на радио Крым 7978-400-117 Алексей Щербак и Екатерина Серегина Программа «Линии» А мы возвращаемся в студию. Я напоминаю нашим слушателям, что позвонить нам можно по номеру 7978-400-264 Или направить текстовые сообщения в сервисах Viber и WhatsApp на номер 7978-701-7905 Хотелось бы вернуться к теме конкурсов фестивалей. Вот сегодня так приурочили к Дню Российской науки в Артеке открывается Всероссийский фестиваль науки ArtScience Там, насколько я понимаю, была научная смена и этот фестиваль ее завершает. Скажите, МАН принимает участие в этой смене? Есть ваши представители? Ну, я не могу точно сказать, потому что этим у нас занимается заучь по воспитательной работе, которая направляет детей. Но в целом в течение года наши дети попадают в Артек я имею в виду и на смену и на различные конкурсы. Их поощряют таким образом. И у нас не только дети, которые, ну, скажем так, заслужили награду, имеют возможность побывать в Артеке. Они еще могут побывать в МАНовском лагере. Вот. Они могут попасть на... А если не секрет, где находится? В Скалисту. В Скалисту. В Евпатории. В этом году еще в Евпатории будет и в Скалисту. Тоже поближе к обсерватории. А если вот еще о других стимулах поговорим, может быть, материально как-то поощряют ребят? Поощряют. Вот Диана у нас является в этом году еще 39 ребят стипендиатами Автономной Республики Крым. Да, я получаю стипендию. Немного больше, чем наши студенты. Много больше. А сколько, если не секрет? Ну, ежедневно, ежемесячно мне приходят на карту пополнения в сумме от 2000 рублей. То есть, если сравнить со стипендией, я проводила опрос, не могу без опросов, проводила опрос у моих знакомых студентов, в среднем, даже на материке, у них стипендия 1300, а у меня вот на 1000 больше. Я чувствую себя великолепно. То есть, молодежь вот реально может зарабатывать, да, не только тем, что, да, там, не знаю, листовки раздавать, но и своим умом, да, как говорится. это же труд, и труд должен быть оплачиваем, любой, в принципе. Ну, это само собой, это обязательно, потому что, что бы там ни говорили, но на одном фанатизме долго не проживешь. Кушать тоже хочется. Но у меня, если честно, не было такой цели, то есть, изначально я делала это не для того, чтобы мне там платили деньги или я получала какие-то поощрения, а чисто, чтобы утолить свой научный интерес, потому что, мне кажется, что и в принципе без этого невозможно, когда наука или вообще любая сфера руководит какими-то корыстными интересами, то на этом долго оно не проживет и не продержится. Ну, так или иначе, все равно материальный стимул, он поощряет человека, он уже и морально ощущает себя лучше. Потому что просто так деньги никто не даст. Вот, кстати, по поводу денег. Среди мановцев есть стипендиаты Государственного совета? Занимается госсоветованием? Я знаю, что с КФУ стипендии выделяются регулярно. Я точно не могу вам сказать, сколько человек, но я думаю, что есть. Ну, по крайней мере, наша администрация все для этого делает, чтобы ребят поощряли. А как строятся взаимоотношения с Крымским федеральным? Сейчас этот университет объединил в себе кучу вузов, направления самые разные, но я так думаю, что должно было стать проще. Вы знаете, у нас вот как были хорошие связи всегда с нашим университетом, пока они и остались. В ноябре прошел первый конкурс, первый этап, извините, первый этап защиты научно-исследовательских работ. А в марте будет второй этап, когда будут дети со всего Крыма участвовать в этом конкурсе. И Крымский федеральный университет, он предоставляет нам свою площадку, своих преподавателей. Уже преподаватели на данный момент разобрали все работы для рецензирования. Они нам помогают. Просто если раньше, да, речь шла о конкретном университете, там, два-три корпуса, сейчас вот, что я имею в виду, что объединил кучу вузов, множество направлений, и оно сейчас в едином начале, скажем так, под единым руководством. Проще стало, я думаю, какие-то вопросы решать. Вы знаете, настолько у нас тесные связи, что вот на нас это как-то особенно не повлияло. Много личных отношений. Многие преподаватели, знаете, они настолько осознанно к этому относятся, что они заинтересованы в наших детях, мы заинтересованы в них, и поэтому в этом плане все хорошо. Вот, допустим, кафедра психологии, опять возвращаюсь к своей кафедре, этим защитой научно-исследовательских работ, рецензированием занимается Малкин, Василий Максимович. Вот он вчера пришел, сам забрал уже работы. Мы назначили время, аудиторию, то есть ничего не изменилось. Но вообще умановцы, насколько я знаю, и намного выше перспективы стать студентом. Конечно. Им 10 баллов добавляют, насколько я знаю. То есть автоматически уже плюс 10 и поступление. победителем. Тоже неплохой стимул, Конечно. А вот какого возраста вообще у вас ребята обучаются? С 5 до 18 лет. А больше вот каких малышей или постарше ребят? Наверное, все-таки подростков. В общем, Кать, понимаешь, чтобы стать студентом Крымского федерального университета, надо сделать две вещи. Это хорошо зарекомендовать себя в Малой Академии Наук и, Диана, бери на заметку, получить золотой значок ГТО. Не забывать и о физкультуре. И тогда 20 баллов плюс гарантированно. А это уже можно особо не напрягаться с экзаменами. Уже нормально будет. Расскажите, может, немножечко о преобразованиях ваших вот за последние годы. Что поменялось? Как поменялось? У нас намного улучшилась материальная база за последние пять лет. Это просто несравнимо. И открылся в Евпатории, мы будем его курировать, Кванториум. Конечно, туда очень большое финансирование. Было выделено, по-моему, 75 миллионов, если не ошибаюсь. Да, серьезные вложения. Да. Там очень интересные направления. Промо-робо-квантум, аэроквантум, космоквантум, автоквантум и т-квантум промышленный дизайн. Уже было открытие недавно на базе академической гимназии и осуществляется набор в группы с 1 декабря 18-го года. Обучение ведется с 10 до 17 лет. Так что перспективы технического направления просто шикарные. Ну, что касается Сириуса, я имею в виду этого направления, связанного с наукой, я не буду вам открывать секрет, но Крым тоже ждут перспективы большие в этом плане. Тоже будет развиваться это направление. И очень серьезно. Это радует. Какие еще направления, может, в ближайшее время будут более перспективными? Очень популярно среди ребят, мальчишек, работа техника. Просто невероятно. Вот вчера вечером уже привезли робота, потому что сегодня у нас что-то вроде Дня открытого дверей к Дню науки. И ребята просто не отходят от этого робота. Когда у нас в августе, кстати, бывает День открытых дверей, мы чаще всего выступаем, мы, это ученики факультета психологии, выступаем как экскурсоводы, рассказываем о всех кружках, и я заметила такую тенденцию, что вот мы работаем там обычно с 8 утра до часу, двух дня. И получается, что обычно к 10 часам утра уже мест в отдел робототехники нет. И информатики, они забиты всегда, там уже записываются люди, там, допустим, 30 мест, они уже 42-ми записываются, лишь бы в надежде на что-то. Ну, хотя бы постоять. Просто вдруг. Вдруг получится. Но по-прежнему пользуются популярностью кружки технических направлений, которые у нас были всегда. Автотрассовый, авиамодельный, судомодельный, КВ-радиостанция, радиоэлектронное конструирование, техническая кибернетика, начальное техническое моделирование, автомобили моделирования, картинг, художественная керамика, дизайн, декоративные. А на какой базе это все работает? Потому что я вот вспоминаю свое детство, я ходил во дворец пионеров, занимался автомоделированием, вырезали из пенопласта копии уменьшенных машин, ставили электродвигатели и гоняли по трассе. Ну, вы же, наверное, знаете, да? Вольт в руки и вперед. Наше здание находится на Гоголя 26, вот, и внутри двора там есть еще одно здание. Вот сделали капитальный ремонт год назад, то есть условия просто замечательные. Например, для автотрассового кружка купили автомобильную вот эту дорогу, как она правильно называется, точно вам не скажу, которая стоит 800 тысяч. Где... У нас-то самодельная была. Вот, то есть ребята с удовольствием там занимаются. Я бы сама занималась, честно. Когда мы водили экскурсии, мы тоже приводили всех смотреть на эту трассу, было невероятно. Просто ты смотришь, а эти машины летят со скоростью света, и дети ими сами управляют. Я думаю, я бы сама занималась, будь бы у меня такая возможность. Ну и сейчас, я думаю, так намного все упростилось, потому что, вот я, как вспоминаю, у нас самый большой дефицит был, это зарубежные автомобильные журналы и желательно с чертежами, с размерами, чтобы сделать точную копию по габаритам, чтобы это не было так, тяп-ляп. Ну и вторая была проблема электродвигателей. Это было не достать. Особенно немецкие. Это был жуткий дефицит. У нас многие даже покупали специально немецкую железную дорогу только ради двигателя. А все остальное так уже выбрасывалось практически. Ну и теперь перспектив и возможностей намного больше. Намного больше. Кстати, я вот обратил внимание, что помимо всех вот этих вот технических, гуманитарных, есть еще направление художественная керамика, бисероплетение, дизайн. Вот для Академии наук несколько необычно звучит, наверное. Ну, вы же понимаете, что есть еще государственный заказ, он выражается в чем? 75% детей должны быть заняты дополнительным образованием, то есть занятиями в дополнительном образовании. И последнее выступление представителей Министерства образования говорили о том, что в среднем желательно, чтобы каждый ребенок неделю посещал два кружка. А разные же бывают у детей симпатии и желания. А вот возвращаясь к кружку робототехники, это получается ребята сами программируют там, да, роботов? Да. Строят, управляют? Ну, не знаю, вот говорили о распределении, где больше мальчиков, где больше девочек, но мне, честно говоря, почему-то, вот когда я начинаю вспоминать известных математиков, Софья Ковалевская приходит. Вот такой вот нюанс. Ну что ж, на этой позитивной ноте мы вынуждены закончить наш первый час беседы. Я напоминаю, у нас в гостях были Мария Ивановна Алексеюк, педагог-психолог учреждения дополнительного образования Республики Крым, Малая Академия Наук Искатель. Спасибо вам большое за интересную беседу. И наш второй гость Диана Довженко, ученица 11 класса, которая посещает кружок психологии МАН Искатель. Большое спасибо. Спасибо. А как всегда, в конце каждого часа рубрика для тех, кто собирается выезжать на работу. Линии движения. Начнем с Симферополя. Ситуация на дорогах в городе в последнее время изменилась в лучшую сторону. Заторы начинаются позже. Пока в крымской столице практически все улицы свободны для передвижения. Загружены только несколько участков и разворотов по проспекту Победы. Уже сейчас скопление автомобилей начинается на Куйбышевском кольце во всех направлениях. Загружен поворот с улицы Шмидта-Новоровского, а также съезд с улицы Ленина на площадь Советскую. Небольшая пробка образовалась на перекрестке Ялтинской и Плотинной. Замедляется движение и на Глинке. Уже сейчас можно сказать, что скоро заторы появятся в центре города. Не более 25 км в час едут машины по Севастопольской, Кирово-Красноармейской, Маяковского, Москалева, Гагарина, Ленина. Начинает формироваться пробка на центральном рынке, улицах Киевской, Трубаченко, Павленко и Русская, а также на проспекте Победы. Небольшой затор уже наблюдается и на кольцах Симферополя. Также затруднен въезд в город со стороны Трудового и Укромного. Стабильная ситуация и в других городах полуострова. Небольшой затор наблюдается при въезде в Феодосию. Здесь машины движутся со скоростью не более 20 км в час. Еще одно уплотнение машин уже образовалось возле Лугового и на Южнобережном шоссе возле Ялты. В остальных городах водители добираются без проблем. Будьте внимательны и счастливого вам пути. Тема научных разработок закончена. Кстати, я немножко слукавил. Мне на ум первый приходит не Софья Ковлевская, а научный лектор из «Карнавальной ночи», который говорил, есть жизнь на Марсе, нет жизни на Марсе. Так какая разница? Ну, а мы вернемся к вам после выпуска новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова